Вечер добрый. Здравствуйте. Хотелось бы с вами поговорить о такой новости, может быть она знаковая новость, не знаю. Партнер Газпрома заявил об окончании эры сотрудничества с Россией, а он сотрудничает, бог знает с какого времени с Россией. Действительно, очень необычное и возможно важное заявление. Конечно, с одной стороны, не стоит драматизировать. Сейчас такое время, когда многие допускают громкие заявления. Но с другой стороны, если вспомнить историю, то в общем-то начало крупного газового бизнеса Советского Союза как раз и начиналось с предшественницей этой компании. Когда в далеком 1965 году было открыто Уренгойское месторождение, соответственно, стало понятно, что СССР располагает очень большими газовыми ресурсами. И в 1969 году Андрей Андреевич Громыко, знаменитый многолетний министр иностранных дел СССР, который вошел в историю под названием «Мистер Нет», тем не менее вышел с позитивным предложением использовать огромные газовые ресурсы для стратегического улучшения и политических и экономических отношений со странами Западной Европы. Был заключен контракт, который вошел в историю под названием «Контракт века» или, как иначе называют, «Сделка газ-трубы», в рамках которого СССР получил, собственно, трубы, технологии, многие виды оборудования для строительства магистральных газопроводов. Финансирование было предоставлено немецкими банками. И, соответственно, были построены три, до сих пор очень важных, крупных, магистральных газопровода, которые соединили месторождение газа в СССР с, прежде всего, с Федеративной Республикой Германии, хотя трубопровод имеет сложную трассу и имеет отводы во множество стран. Тогда это сыграло двоятую роль. С одной стороны, это способствовало снижению международной напряженности, потому что наличие важных торговых связей, естественно, способствовало смягчению политических противоречий. Несмотря на то, что от проведения этой сделки до ее окончательной реализации, а, в общем-то, окончательное строительство было закончено аж в 1986 году, уже совсем другую эпоху, тем не менее, вот до недавнего времени именно наличие этих трубопроводов, наличие плотных хозяйственных связей способствовало, в числе прочего, и снижению политической напряженности. Интересно заметить, что и тогда, кстати, трудно не усмотреть параллель с сегодняшним временем. Против такого сотрудничества очень жестко выступали США. Были введены санкции, причем санкции угрожали даже немецким компаниям, и, соответственно, вот некоторые даже немецкие фирмы, опасаясь санкций, отказались от участия в проекте, но, тем не менее, нашлись другие желающие. И тогда тоже было довольно жесткое противостояние, но тогда все-таки было принято решение трубопровода построить, и долгие десятилетия к взаимной выгоде и европейских, и, соответственно, российских хозяйствующих субъектов. Это сотрудничество длилось. Сейчас это сотрудничество подвергается большим сомнениям, потому что многие наши европейские партнеры вводят разной степени жесткости санкций. Причем в последнее время вот это санкционное противостояние, в том числе и направленное на отказ от российской нефти, газа и угля, усиливается. Скорее всего, в ближайшие месяцы, может быть, годы мы увидим какую-то развязку этого противостояния. Но, тем не менее, вот такие жесткие заявления со стороны компании, которое стояло у истоков многолетнего, не то что многолетнего, а даже сотрудничество, которое длится уже, можно сказать, более полувека. Это, конечно, достаточно сильные заявления и достаточно драматичные. Возможно, на наших глазах делается история и уже скоро мы увидим, в какую же сторону будет направлено развитие этого сотрудничества.